Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Тимур Рага. Сегодня в выпуске. Индия ждет казанские вертолеты. Татарстан и Кабардино-Балкария расширяют связи. Строительство ВСМ Москва-Казань начнется через два года. Минобороны России исключила военно-транспортный самолет российско-украинской разработки Ан-70 из госпрограммы вооружения. По информации источника, военное ведомство рассматривает возможность подать иск, чтобы взыскать с украинской стороны почти 3 миллиарда рублей убытков. Деньги были переведены в Киев на проектирование Ан-70. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в министерстве. Серийное производство Ан-70 планировалось начать в 2014 году. Изготовителем с российской стороны было КПО имени Горбунова, отмечает Интерфакс. 60 самолетов Минобороны должно было приобрести до 2020 года. Однако украинская сторона заморозила совместную опытно-конструкторскую работу и завершила ее самостоятельно. Между тем Россия успела заплатить за проведение данных работ. Эксперты отмечают, что в текущих условиях этот проект невозможно реализовать. По контрактам Рособоронэкспорта Индия получает военно-транспортные вертолеты Ми-17В5 производства Казанского вертолетного завода. Холдинг уже поставил 121 вертолет, а к концу 2015 года Индия получит еще 30 таких машин. Эти вертолеты используются для перевозки грузов, транспортировки и десанта и в спасательных операциях. Вертолеты также способны нести вооружение, заявила корреспонденту «Регнум», аналитик пресс-службы вертолета России Екатерина Павлова. В рамках Международной авиационной космической выставки «Аэро Индия-2015», которая проходила в Бангалоре с 18 по 22 февраля, была достигнута договоренность о возможности заключения соглашений о поставке вертолетов в Индию в будущем. Татарстан и Кабардино-Балкария расширяют связи. В ходе рабочей поездки в Нальчик в президенты республики главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве. За год в 2013 году объем товара оборота вырос почти в 4 раза за счет возобновления поставок легковых автомобилей. Мы поставляли легковые автомобили, моющие средства, продукты питания. Ну и, конечно же, Кабардино-Балкария тоже нам поставляла воду, продукты питания. И я считаю, что этот уровень очень незначительный. Потенциал наших республик значительно больше. Важно сегодня создать возможность продвижения товаров. Произвести товар не то уж сложно. Найти рынки. Вот рынки – это вот наша территория. Работы по проектированию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань могут завершиться в течение двух лет, затем начнется ее строительство. По словам вице-премьера России Аркадия Дворковича, решение о выделении средств на проектирование было принято с учетом интересов китайских партнеров, у которых огромный опыт в этой сфере. Напомним, в 2015 году РЖД получит 5 миллиардов рублей из госбюджета на проектирование. Еще один миллиард для этих целей выделит сама компания. Конкурс на разработку проекта магистрали будет объявлен до 16 марта этого года. Это были новости экономики. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова